МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорожники начали ремонтировать улицы, а точнее выбоенные ямы на асфальте. Разрушений в этом году на магистралях, по оценкам экспертов, больше, чем в прошлом. Сейчас образовавшиеся ямы засыпают чебнем и выравнивают цементным раствором. Использовать горячий асфальт пока не позволяет погода. Но как только дороги просохнут, начнут ямочный ремонт, а к 1 мая его уже должны закончить. Особое внимание тем участкам, которые попали в народный список проекта «Выбери дорогу для ремонта». С учета мнения горожан, улицы впервые обновили в прошлом году. В нынешнем этот опыт получат продолжение. Реоритет поставлен на работа по обращению граждан. У нас рабочий день начинается с анализа обращений граждан в единую режиму на диспетчинскую службу, либо напрямую в дорожные эксплуатационные учреждения. Такая практика начинает навязываться. И кончается тем, каково реагирование. А летом на участках улиц Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Так, жителям микрорайонов Родники и Снегири будет удобнее добираться до ближайшей станции метро. Мы не можем значительно увеличить объем дорожного строительства, чтобы построить новые дороги. Во-первых, не столько много коридоров в свободной езде, можно построить дорогу. Расширение тоже не везде предоставляется. Такая возможность без больших финансовых затрат. Уровень автомобилизации растет. А мы вынуждены будем создавать условия для транспортного обслуживания населения. За выделение отдельных полос давно выступают общественники. Они предлагают освободить правые ряды для автобусов и маршрутных таксин дорогах, соединяющих именно отдаленные районы, такие как Родники и Плющихинский жилмассив и другие. По их мнению, это поможет повысить привлекательность общественного транспорта и сподвигнет многих автовладельцев отказаться от личного авто, что в свою очередь поможет сократить количество пробок. Главного госинспектора Новосибирской области попросили взять под личный контроль ситуацию со скандально известной парковкой на Красном проспекте 11. Такое обращение сделал пресс-секретарь мэра Артем Роговский в своей программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна». Мне, как пресс-секретарю мэра города Новосибирска, в том числе поступают регулярные жалобы на то, что паркуются автомобили в неположенном месте. Так что я, Сергею Викторовичу, прошу взять этот вопрос на личный контроль. Напомню, самовольная парковка возле дома с часами появилась после открытия магазина элитной одежды. Несмотря на запрет, автомобили здесь оставляют прямо на пешеходной зоне. Ранее парковочные карманы на этом участке Красного проспекта полностью убрали ради выделенной полосы для общественного транспорта. Муниципальная баня номер 8 на Каменской могла разрушиться в любой момент. Это выяснилось, когда строители приступили к ремонту здания. За 70 лет бетонные перекрытия стали тоньше. Чтобы укрепить конструкции, частным инвесторам понадобится около двух лет и 140 миллионов рублей. Александр Попов продолжит. В пути лица в банях номер 8 строители делают ремонт. Частная компания полностью взяла на себя затраты по обновлению ветхого муниципального здания. Коммерсанты получили здание по концессионному соглашению. Теперь в Новосибирске появится копия знаменитых сандуновских бань. Новинками станут лоск, а также пар, который, как утверждают проектировщики, уж точно костей не ломит. За незначительным исключением стилистику 30-х годов, когда построили это здание, обещают сохранить. Главное, что здание будет стоять, его никто не сносит, не демонтирует ничего. То есть холл и исторический облик здания, это точно будет сохранен. И я уверяю вас, он даже будет улучшен. Эти своды, приямки световые в подвале, которые были, холл, все это будет восстановлено, лепнины и так далее, все это будет присутствовать. То есть никакого модерна, хай-тека в ремонте не будет. Перед ремонтом провели полное обследование здания. Его результат – как ушат холодной воды на разгоряченную голову. Толщина перекрытия всех, да, буквально в некоторых местах доходит чуть ли не до 7-6 сантиметров. Вот защитного слоя у арматуры практически вообще нет. То есть удивительно, как оно простояло еще, да, и не обрушилось. После 70 лет банно-прачечных процедур металлические конструкции могли разрушиться. По всем этажам выявлено повсеместное поражение коррозии рабочих арматур монолитных плит и баллов. Уже сейчас ремонт оценивают в 140 миллионов рублей. Мы понимаем, что другого пути не было. И таких инвестиций, во-первых, мэрия не могла бы себе позволить в это здание, потому что просто бюджет не предусматривает таких вложений. А во-вторых, действия мэрии спасли жизнь и здоровье, скорее всего, тех людей, которые сюда бы могли ходить. По условиям соглашения коммерсанты обязаны сохранить льготы, останутся и общие банные дни. Воспользоваться комплексом в духе сталинского ампира горожане смогут уже в конце 2017 года. Александр Попов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Кадры для фармацевтических компаний готовят со школьной скамьи. В биотехнопарке Наукограда Кольцова организуют практические занятия, выходящие за рамки обычной программы по биологии и химии. А для учащихся вузов здесь открыли магистратуру по биотехнологиям, единственную за Уралом. С подробностями Вероника Иванова. Производителям жизненно важных лекарств жизненно необходимы квалифицированные специалисты. Готовить их начали на базе биотехнопарков Кольцова. В биотехнологии фармацевтической отрасли есть огромная кадровая проблема. Очень многие предприятия годами не могут закрыть какие-то вакансии и не могут работать, не имея опытных и квалифицированных специалистов. Будущие биоинженеры и технологи наблюдают за процессами и в почве, и за живыми организмами. Это просто моя личная улитка. Ее зовут Милка, ей один год. Я изучаю улиток, изучаю скорость, видовой состав на Алтае и на озере Байкал. Оснащение позволяет воспитанникам шагнуть за рамки школьной программы. С тем, что мы переехали сюда, в здание технопарка Большого, у нас появились новые возможности. В частности, одна из лабораторий предоставлена в пользование детям. И там есть специфическое оборудование, которое позволяет делать очень серьезные работы, как демонстрационные. Например, сегодня будет занятие по выделению ДНК. Еще школьники здесь собирают и программируют роботов. Пока что самых простых и в игровой форме. Когда он видит препятствия вот этим датчикам, он объезжает справа или слева. Сейчас они просто учатся, дети, именно как работают роботы, что они делают, что они умеют. А на будущее, получается, у нас уже будет проекция каких-то других роботов, именно для биологии, для химии, ну и экологии. Для тех, кто постарше, здесь же открыли магистратуру НГУ. Постоянное общение, обмен опытом с резидентами нового технопарка для студентов, хороший старт для научных исследований и карьеры в сфере биотехнологий. Вероника Иванова, Олег Макаров, Новосибирские новости. Школьники стали чаще болеть педикулезом. Причем такая ситуация по всей стране. За прошлый год в городе зарегистрировано больше 200 случаев заражения в ШАМе среди школьников и около 100 случаев среди воспитанников детских садов. Случаи педикулеза регистрировались всегда. Они, к сожалению, бывают цикличные. Но если такие случаи происходят, то есть зарегистрированные, естественно, все образовательные учреждения работают в соответствии с нормами САНПИН. Все контактные дети наблюдаются в течение месяца. На заседании САН и ПИД комиссии специалисты Роспотребнадзора и Управления образования обсудили способы профилактики педикулеза и сыпного ТИФа. Предложили проводить специализированные ежемесячные осмотры школьников и вести льготы для малообеспеченных категорий населения. Рекомендации передали в Министерство здравоохранения. В феврале в пожарах погибло 7 новосибирцев и все, кроме одного, в домах частного сектора. Причиной возгорания чаще всего становится старая проводка или полуразрушенные печи. Муниципалитеты напоминают, люди, у которых не хватает средств на ремонт, могут рассчитывать на помощь города. На эту помощь могут не только жители частного сектора обращаться, или пенсионеры, или участники войны, но и многодетные семьи, и неполные семьи, потому что граждане, многие, имеют право на получение помощи. Благодаря такой поддержке в ряде домов уже заменили или отремонтировали электропроводку, печи или кровлю. Чтобы воспользоваться помощью, необходимо принести пакет документов в мэрию. Какие именно бумаги подскажут в центрах социальной помощи. Чтобы информировать малоимущих, по частным домам ходят специалисты мэрии по пожарной безопасности. Новый сезон городской драматический театр Афанасьева может начать под новой крышей. Об этом заявил мэр Новосибирска на благотворительном показе спектакля «Ревизор». Театр займет здание кинотеатра «Пионер» на улице Горького. По предварительным оценкам на реконструкцию помещений уйдет около года. Анна Гурьянова с подробностями. Меньше чем через месяц театр Афанасьева будет отмечать свой 28-й день рождения. За годы существования творческий коллектив поставил больше сотни спектаклей, получил множество наград. Завоевал любовь зрителей и уважение коллег. А еще театр Афанасьева сменил не одно место прописки. Лучшим подарком на день рождения будет новый, просторный и постоянный дом. В первую очередь, конечно, страдают зрители. Страдают от того, что не может большее количество зрителей посмотреть спектакли. Очень часто предъявляют претензии. Почему я не могу купить билеты? Почему вы не можете предоставить нам такую возможность? Ну, не можем, потому что всего 100 мест. Новым домом для театра должно стать здание кинотеатра «Пионер». Оно подходит как нельзя лучше. Находится в центре города по соседству с парком. И денег на реконструкцию уйдет намного меньше, чем на возведение театра с нуля. Помочь финансово в этом вопросе обещали в Министерстве культуры. То предложение, которое сейчас звучит, ну, на мой взгляд, оно разумно. Оно разумно, так сказать. И, по всякому случае, позволит улучшить ситуацию, ну, и как бы расширить творческие возможности замечательного театрального коллектива. С кинопрокатчиками, которые много лет арендовали здание на улице Горького, вопрос урегулирован. Договор закончился. Продлять его по новой арендной ставке не стали. Договориться удалось, но не без труда. На депутатских комиссиях Городского совета некоторые избранники не раз предлагали оставить все как есть. Меня удивило, насколько активно включились некоторые силы в лоббирование интересов, ну, конкретного бизнеса. Вообще-то говоря, здесь речь должна идти о культуре, об интересах новосибирцев, развитии культуры. В этом цель наша. Мы должны решать именно эти вопросы. Поэтому здесь меня никто, моё мнение, никто не изменит. Я принял решение. Очередное, ну, как все надеются, последнее театральное переселение начнётся уже весной. Летом в здании будут делать ремонт. В полную силу театр начнёт работать примерно через год. Планируется сделать две сцены. Новый театральный сезон на одной из них может начаться уже в сентябре. Анна Гурьянова, Денис Савинский, Новосибирские новости. На фестивале «Новосибирский транзит» зрители увидят 16 спектаклей. Это самые талантливые постановки, считают в жюри. Ведь им пришлось выбирать из нескольких десятков театральных работ. Трупы приедут не только из соседних городов, но и с Урала, Дальнего Востока, в том числе Южно-Сахалинска и Хабаровска. И спектакли уже известны горожанам. В фестивальный список вошли ревизор Сергея Афанасьева и элементарные частицы Семёна Александровского. Новосибирский транзит будет идти с 17 по 24 мая. Безусловно, лидирует Сибирский округ, и это с очевидностью так. И это совсем не потому, что этот фестиваль Новосибирский должен имманентно принадлежать Сибире. Это действительно свидетельство дополнительное, если угодно, излишнее того, что сибирская театральная культура одна из самых сильных. В Перуе Новосибирске показывают древнейшие сабли, кинжалы и тальвары. Ими пользовались войны Древней Персии. Самому старейшему экспонату выставки около 18 столетий. Кроме редких образцов холодного оружия, на экспозиции представили изящные шкатулки, ткани, ковры и предметы быта. Репортаж Станислава Якушевича. Первое, на что обратили внимание журналистов, организаторы выставки, все представленные здесь сабли, кинжалы, ножи, это подлинники. Это настоящая оригинальная работа персидских оружейников 16-17 веков. И почти всегда это не парадное, а настоящее боевое оружие. Они затертые, они несут в себе следы походов, бытований, в конце концов, вытертости. Ну вот видно по низковидному навешиванию терсия, а ремни, а ракет, что очень люблю. Явно пережили эти клинки немало. Собранная из частных коллекций – это экспозиция, говорят музейщики, на уровне собраний Эрмитажа и оружейной палаты Московского Кремля. Во всяком случае, немногие музеи вообще имеют что-то подобное. Например, уникальный бюст неизвестного сосанитского царя. Изготовленный в 3-4 веке нашей эры. Таких раритетов в мире единицы. На нем нет знаков. Нету Акуры Мазды и нету знаков зороастрийской религии. Потому я склонен судить, что это просто предмет был для украшения, для почитания своего царя. Не только Булат и не столько Персия. На выставке можно увидеть все многообразие Востока. Индонезийские и афганские ножи. Индийские тычковые кинжалы-катары. Персидские сабли-шамширы. В предметах войны и быта перемешаны культурные традиции, языки и религии Востока. Булат – это тот металл, который как раз-таки индо-персидский мир объединяет. Это вот то самое материальное свидетельство единого на территории Евразии пространства. Но не только искусством восточных оружейников любуешься на этой выставке. В экспозиции представлены и знаменитые персидские ковры из фаханское серебро, а также удивительной красоты книжная миниатюра. Иллюстрации древней персидской поэме «Шах намэ». Станислав Икушевич, Денис Савинский. Новосибирские новости. Стартовала подготовка к «Тотальному диктанту». Он пройдет 16 апреля. Первые занятия бесплатных курсов «Русский по пятницам» прошли сегодня в четырех новосибирских вузах. Лекции читают действующие преподаватели. Очень часто сама работа над какими-то темами, проблемами языка, она превращает и в просветительскую, и еще в какую-то интересную. А что это слово? Откуда оно пришло? То есть мы не школьные учителя, не жиши. Поэтому, ну, немножко больше про язык. Улучшить знание родного языка может любой желающий. Занятие проходит по пятницам в шесть вечера в Инглу, в педагогическом и техническом университетах. Также лекции читает Сибирская академия государственной службы. Такая подготовка к тотальному диктанту уже стала традиционной и пользуется большой популярностью среди горожан. Каждые полчаса свежие новости на радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Много интересного и полезного на сайте «Новосибирские новости». Кто стал королевой красоты Новосибирск, смотрите фотографии на сайте. И на этом все. До встречи.